Понятно или нет? Следующий раздел называется Аль-Исра-Илият Относительно истории Курана понятно же? Понятно Дальше, следующий раздел называется Аль-Исра-Илият, то есть те вещи, которые есть в царсирах Курана и взяты они откуда? Взяты из книг иудеев или христиан, то есть из книг обладателей Писания Говорит Аль-Исра-Илият, что такое Исра-Илият? От слова Исра-Иль, так? Исра-Иль, Бану-Исра-Иль, то есть кто евреи Говорит Аль-Ахбар, Аль-Манкуля Это такие истории, которые взяты от Бану-Исра-Иль из иудеев Что говоришь? Бану-Исра-Иль в основе евреев Так, в основе евреев То есть есть понятие евреев, а есть понятие иудеев Две разные вещи Евреи указывают на национальность А иудеи указывают на принадлежность к религии Понятно? То есть есть евреи и мусульмане Хоть и редко, но есть А иудеи это кто? Иудеи это не мусульм, это кафир, так или нет? Человек, который придерживается другой религии Али-Иляна-Тулла Дальше говорит, что Вау-От-Аксар То есть большинство Исра-Илиятов Откуда взято? От иудеев Ауминам Насара А также есть такие Исра-Илиаты, которые взяты от христиан Это запомнили? То есть, хоть слово и называется Исра-Илият Откуда можно понять, что все они взяты от иудеев Не всегда так Некоторые истории взяты от кого? От христиан Ясно? В тавсире В некоторых тавсирах Кур'ана Ватанкаси Мухадзил Ахбар Иля Саласа Тянуа Все эти виды То есть, все эти истории, которые взяты от обладателей Писания Бывают трех видов Аль-Ауэль, во-первых Ма Акарраху Аль-Ислам Те истории, правдивость которых подтвердил Ислам Или те постановления Правильность которых подтвердил Ислам И за свидетельство, что эти истории правдивы Тогда то, что взято в этом смысле является истиной Понятно ли? То есть, пришла нам история от иудеев И у нас, в нашей религии, есть доказательства Или подтверждение того, что эта история правдива Тогда это будет правдой или ложью? Это будет правдой, истиной Например, то, что передает имам Аль-Бухари А также другие от Ибн Мас'уд От Ибн Мас'уда Который сказал Однажды пришел один из ученых иудеев Пророку или посланнику Аллаха И сказал Я Мухаммад О Мухаммад Мы у себя находим То есть, у кого у себя То есть, в своих книгах иудейских Находим То, что Всевышний Аллах Установит небеса на свой палец То есть, судный день, так? Или при наступлении судного дня А земли на второй палец Все деревья, которые есть На третий палец А также воду и почву На четвертый палец И все остальные творения на палец Так, на пятый палец И потом скажет Я царь Потом скажет Я царь То есть, этот иудей пришел Посланнику Аллаха И рассказал ему Что у нас такое есть в книгах Правда это или нет? То есть, что ты скажешь Относительно этого? Фадахи кан-набию Саллаллаху алейху ассалям И тогда Засмеялся пророк Саллаллаху алейху ассаляма Хатта бэдат наваджидаху Так, что показались его Коренные зубы Фаид Наваджид это что? Это как зуб называется? Клык То есть, показались его клыки Наваджид это? Это аньяб Коренные нам Все правильно Клыки будет Аньяб Так? А наваджид это коренные зубы То есть, показались его коренные зубы Нам Коренные То есть, этим самым Пророк саллаллаху ассалям что? Подтвердил эти слова Этого иудея И затем Пророк саллаллаху ассалям Прочитал Аят из книги Аллаха И люди не оценили Всевышнего Аллаха Должной ценой И вся земля будет В его горсти В судный день И небеса он Что свернет Своей правой рукой Приславен он и возвышен От того, что и предают ему Сотоварищу И этот хадис приходит у Бухари И муслима То есть Что в этой истории Для чего шейхамн Саимин привел То, что Есть такие вещи у иудеев Которые подтверждены Нашим шариатом Что это действительно так Понятно или нет Это будет чем? Является истиной Теперь от Сани Второй вид истории Который есть в книгах Обладателей Писания Говорит То, что ислам отрицает Из-за свидетельства Что это ложь Тогда это является батль Тогда это является ложью Пример этому То, что передает имам Аль-Бухари От Джайбери То, что он сказал Иудеи нам говорили То есть Если человек Подойдет своей жене сзади Имеется ввиду Совершит Половое сношение с ней сзади Так Не имеется ввиду Задний проход Имеется ввиду Сзади Тогда Ребенок родится Каким? С больными глазами Имеется ввиду С косоглазием в глазах Подходите же к вашей пашне Как вы хотите То есть Это второй вид Те вещи, которые есть у иудеев И ислам это отрицает И свидетельствует о том Что это ложь И что это неправда Понятно? Остались Третий вид историй Который есть у обладателей писания Маламьюкиргу Маламьюкиргу Аль-Ислам То, что ислам Не подтверждает Валамьюкиргу Но и не отрицает Понятно или нет? Историй, которые Ислам не подтвердил Не отрицал Относительно таких историй Мы обязаны Приостанавливаться Что значит приостанавливаться? Не считать их Не за правду И не считать их за ложь То есть Не должны свидетельствовать Относительно этих историй Что это правда Или что это ложь Это основывается на том Что передает имам Аль-Бухари От Абу-Хуреры Кальто, что Абу-Хурера Ради Аллаху сказал Обладатели Писания Читали свою книгу То есть Таурат Бен-Ибрания На Ибранийском Языке А затем Делали Тафсир Или разъясняли Того, что у них В Таурате Мусульманам То есть Иногда приходили Читали то, что у них есть На своем языке Затем разъясняли Говорят Это значит так Это значит так То есть Рассказывали Некоторые истории Мусульманам Из того, что есть В их книгах Показал Расуль Аллах И тогда Пророк Сказал То есть Что не верьте Обладателям Писания Но и не называйте Их лужицами То есть Не считайте То, что они рассказывают Ни правдой Ни ложью Но говорите Мы уверовали В то, что не способно нам И то, что не способно вам И в то, что не способно вам Понятно или нет? То есть Имеется ввиду До того, как они исказили Эти свои книги Говорит Но вместе с этим Разрешено Рассказывать эти истории То есть Эти истории Рассказывать Разрешено Но с предупреждением Что это Не является истиной Но и не является ложью То есть Рассказывать Что это истиной Или это ложь Говорит А если кто-то Религиозные пользы Как например История О том Какого цвета была собака Людей пещеры И тому подобное Так или нет Или допустим Какой частью Какой частью тела коровы Ударили этого мертвого И тому подобное То есть История какая была То, что иудеи Бану Исраэль Убили человека И затем Начали спорить Относительно того Кто убийца И Всевышний Аллах Спонтально приказал Им зарезать корову Затем Целая еще отдельная история Так про то Как они эту корову резали И что И затем Приказал ударить Частью этой коровы Этого мертвого После чего он ожил И сказал им Кто его убил Понятно или нет И В их книгах приходит Какой частью тела Был ударен этот человек И тому подобное То есть От этого Религиозной пользы Есть или нет Религиозной пользы нет Поэтому Куран это не подтверждает И не Не называет это ложью Понятно Понятно То же самое С какого дерева Покушал адам И тому подобное Ясно Поэтому эти истории Ты можешь рассказывать Но не можешь утверждать Что это истина И не можешь утверждать Что это ложь Говорит А почему Большинство этих историй Которые Куран Не подтвердил Но и не назвал ложью Почему Большинство их Не несет Религиозной пользы Потому что Если бы в этом Было что-то религиозное То Куран Это либо бы подтвердил Либо бы отрицал В большинстве случаев Почему Потому что Эти истории Могут либо привести Людей к заблуждению Либо Что Могут Направить людей К истине Поэтому требуется Либо их Назвать ложью Либо назвать правдой В зависимости от того Что они заслуживают Говорит А что касается вопроса о том Чтобы задавать вопросы Людям писания О религии То это запрещено То есть Ты не имеешь права Запрещено тебе Идти к какому-либо Иудею и говорить Как нужно поступать В такой-то ситуации Как нужно поступать В другой ситуации То же самое Нельзя идти к кому К христианам И спрашивать их Как нам поступать В такой ситуации Как нам поступать в другой Почему брат Потому что они Баллюн Заблудшие люди Они сами идут По неправильной дороге А тот который Что сам заблудший Не может тебя Вывести на прямой путь Тот который По лесу ходит И не знает Где найти прямую дорогу Неправильно будет Идти к нему И спрашивать его Где прямая дорога Так или нет То есть он сам Нуждается в том Чтобы его направили Это основывается на то Что передает имам Ахмад От Джабир ибн Абдилля Каль Который сказал Каль Расулу Аллах Салаллах Сказал посланник Аллах Салаллах Не спрашивайте Не задавайте вопросы Обладателям писания О чем-либо Потому что они вас Не направят на прямой путь Ведь они сами заблудились Потому что если вы О чем-либо спросите Либо можете попасть То что Почитаете за правду Ложь То есть он тебе Он тебе что-то расскажет И ты можешь Почитать это за правду Вместе с тем Что это ложь Или наоборот Можете почитать За ложь Правду То есть он Расулу Аллах То не было бы разрешено Ему ничего Кроме как последовать За мной И этот хадис Является слабым Так этот хадис Является слабым В его иснаде Муджалид ибн Саид Муджалид ибн Саид Является слабым передатчиком Таиб Говорит Муджалид ибн Саид Муджалид ибн Саид А также передает имам Аль-Бухари От Абдулла Ибн Аббаса То что он сказал Кто сказал Ибн Аббас Как вы можете спрашивать Что-либо У этих обладателей писания То есть у этих неверующих Иудеев и христиан Но в то время как Та книга Которую не спасла Всевышний Аллах Вашему пророку Самые новые сообщения Абсолютно об Аллахе То есть То что у нас в Коране Это самые Самые последние Самые новые сообщения Так или нет То есть Не нуждаемся мы в том Чтобы ходить И смотреть в их книги Достаточно нам Наши книги То есть Они Несмешаны Наша книга Несмешана с ложью Их книги В них правда И в них ложь А в нашей книге Только правда Говорится Тогда говорят Зачем вы спрашиваете их О чем-либо И уже Всевышний Аллах Суфанаталя Поведал вам О том Что эти люди То есть Обладатели Писания Заменили многое В своих книгах То есть Заменили многое В своих книгах Исправданно Что на ложь И они Изменили эти книги Написали Написали туда То есть Дописали в эти книги Своими руками То чего в этих книгах Не было Это от Аллах Но нет Мы никогда не видели Чем мы должны Чем мы должны ходить К ним И не должны мы К ним ходить Так как их книги Перемешаны С правдой И с ложью Что будем делать Еще зачитаем Этот раздел Говорит Следующий раздел Той Давай подведем итог Относительно Исраиля и Ильятов Понятно или нет Значит Исраиля и Ильятов Это что такое Это истории Которые находятся В тафсире Мусульман В различных Тафсирах Мусульман Книги Всевышнего Аллаха И эти истории Взяты откуда От обладателей Писания Не только от иудеев Но и от христиан Но в большинстве Случаев эти истории Взяты от иудеев И есть также История от христиан Понятно или нет Понятно Из каких видов Они бывают Значит Трех видов Либо шариат их подтвердил Тогда мы считаем Это за истину Либо шариат их опроверг Тогда мы считаем Это за ложь Если же шариат Не подтвердил Не опроверг Тогда мы приостанавливаемся И называем это истиной Так как это может быть Из того что они заменили Но и не называем это ложью Так как это может быть Из того что они оставили И Всевышний Аллах История им не спасла Понятно или нет Понятно Что касается вопроса Можно ли обращаться К иудеевым и христианам Почему По религиозным вопросам Ответ на это какой Нельзя Мы даже к мусульманам не должны обращаться по религиозным вопросам, если они не обладают знанием. Так или нет? То есть Всевышний Аллах Сфантин сказал, спросите обладающих знаний, если вы не знаете. То есть даже не к каждому мусульманину мы обращаемся за относительно шариатских и религиозных вопросов, не говоря уже о ком, об этих неверующих. Как себя повели ученые ислама относительно этих исраильятов, относительно этих историй, взятых от иудеев и христиан. То есть разные ученые отнеслись к этому по-разному. Особенно муфасиры. Особенно муфасиры. То есть, допустим, если ты сейчас возьмешь 50 тафсиров, откроешь 50 тафсиров и посмотришь, увидишь, что различные муфасиры по-разному относятся к этим исраильятам. В каком смысле? Один вообще их не приводит. Второй постоянно их приводит. Третий иногда приводит, иногда не приводит. И тому подобное. Аля салатати анха. То есть, говоря в общем, муфасиры, то есть ученые тафсира, которые писали тафсиры на Фуран, разделились в этом вопросе. Или бывает трех видов. Бывает трех видов. Первое. Фаминхуман Аксараминха. Некоторые из них слишком много приводят этих исраильятов в своих тафсиров. Макруна би Асанидиха. Так. При этом что? Приводят Иснады на эти Исраильяты. Варааннау бизикри Асанидиха хараджа мин ухдатиха. И они считают, что раз они упоминают эти Иснады, то они уже не несут ответственности за правдивость этих историй или за ложность этих историй. То есть, допустим, говорят, такой-то сподвижник рассказал. И известно, что это из Исраильятов. Но так как это пришло от сподвижника, уже этот муфасир считает, что на мне ответственности нет, если это ложь. Понятно ли это? Или если это что-то неправильное. И это будет не совсем правильно. Это будет не совсем правильно. То есть, то, что не подтвердил Кур'ан и Сунна, не нужно этого вставить в тафсир. Так как это может быть ложью, так или нет. И поспособствует чему? Заблуждению людей. Месль Ибн-Джарир Ат-Табари. То есть, пример этому виду муфасиров можно привести имама Ибн-Джарира Ат-Табари. То есть, он в своем тафсире часто приводит Исраильяты. Второй вид муфасиров. Некоторые тоже много приводят этих Исраильятов. И чаще всего вообще не приводят Иснадов. То есть, вообще не говорят, откуда это пришло. Ничего не говорят. Просто говорят, произошло так-то, так-то. Случилось то-то, то-то. Понятно ли? Среди тех, кто жил до вас, так-то случилось. Кто это рассказывает, не описывает. Он подобен тому, кто собирает дрова ночью. Что значит, дрова ночью собирает? Собирает дрова ночью, может ошибиться, взять змею, которая его ужалит, и он умрет. Так или нет? Так говорят про того, который собирает и правду, и неправду. Все подряд. Кто хуже, первый или второй? Первый вид или второй? Второй. Похуже будет, так или нет? Потому что первый приводит хотя бы Иснадов. Ты можешь обратиться и так далее. Здесь вообще Иснадов нет. И пример этому имам Аль-Багави. Сказал Шейхул Ислам Ибн Утаймия о его тавсире. Это где? В Мажмубу Аль-Фаттаву 13, 304. То, что его тавсир является чем? Мухтасар. То есть сокращенный тавсир кого? Са'ляби. Лякин наусанагу ани ла хадис аль маудуа вал ара аль мухтадиа. Но вместе с тем, что Багави взял и сократил тавсир са'ляби, он не поместил в этот тавсир ложные хадисы, которые есть у са'ляби. И также защитил свой тавсир от различных воззрений нововведенцев, которые тоже есть у кого в тавсире са'ляби. И потом шейху Ислам сказал о тавсире аль са'ляби, инна ухатыбу лейлин. Он тот, который собирал все подряд. Неправильные и неправильные. Ян кулю ма ваджеда фикуту бит тавсир. Передает все, что найдет в книгах по тавсиру. Из достоверного и слабого и ложного. Так. Третий вид. То есть у вас сколько видов приведено? Три или четыре? Четыре. Шейх Ибнус Аймин сам сказал три. Сам приводит четыре. Так или нет? Поет. Третий вид. У амингу манзакара кафиран минга. Из них есть те, которые тоже много привели этих исраильятов. У атааб хабан баалва мимма закарау. Но после того, как приводил эти исраильяты, отмечал в конце. Бетсадарив аулинкар мислеибну кафир. То, что эта история слабая. Или эта история ложная. Понятно или нет? То есть для чего он приводил? Для того, чтобы обратить внимание, что ты можешь эту историю встретить в других сафсирах, не обольщайся. Эта история ложная и она слабая. Мисла ибну кафир. Как, например, имам ибну кафир. Понятно или нет? То есть действительно, ибну кафир мы читаем, часто встречаем истории, которые из отриилиатов. Но ибну кафир нередко, что... Мы не говорим всегда, но... Нередко упоминают, что эта история ложная, или эта история неправильная и так далее. И четвертый вид муфастеров. Из них есть те, которые слишком сурово или жестко отнеслись к этим исраильятам, и вообще их не привели в своих сафсирах. Так что не привел ничего из этих исраильятов в своих сафсирах к Курану, как, например, Мухаммад Рашид Реда. Мухаммад Рашид Реда. И здесь что? Нужно отметить то, что тафсир Мухаммада Рашид Реда, как называется? Тафсир Уль Манар называется, так? Тафсир Уль Манар. И это является одним из тафсиров заблуждения. Одним из тафсиров заблуждения. Так как этот человек, Мухаммад Рашид Реда, был нововведенцем ухтадя. Он был учеником Мухаммада Абду Аль Мисри. Так, и из того, что он говорил, так, из того, что он говорил, во-первых, из того, что ученые отметили относительно него, то, что он следовал за дорогой Газали в суфизме. Так, и возвеличивал книгу Ихья Аулю Маддин, «Воскрешение наук веры». То есть, у него было что-то из суфизма. У этого человека было что-то из суфизма. Также он, что выявлял свое сомнение относительно достоверности хадисов о даджале. Несмотря на то, что они, что многочисленные и известные приходят у имама Бухари и муслими, муслима в своем тафсире, он что, выявлял свое сомнение. То есть, говорил, что я сомневаюсь в их достоверности. То есть, сомневался в чем? В приходе даджале. Понятно ли я? Сомневался вообще в приходе даджале. Также он, что следует за путем Ахляниин, то есть, тех, которые ставят разум перед контекстами. И проявлял свое сомнение относительно некоторых чудес. Например, он отрицал раскалывание луны. То есть, говорит, это невозможно. Раскалывание луны невозможно. Известно, что это одно из чудес пророка, Сараласан. Так или нет? То, что он однажды указал на луну, и она раскололась. Также он не порицал тех, которые говорили, что человек произошел от обезьяны. То есть, не считал это неправильным мнением. Также он поддерживал своего шейха Мухаммада Абдо Аль-Мисри в его мнении о том, что ангелы это что? Не какие-то существа, а это просто сила природная. Какая-то природная сила. Природные явления просто. Так? Которую Всевышний Аллах поместил в своих творениях. То есть, что делал? Говорил, что ангелы это не какие-то отдельные существа, какой-то отдельный мир, а просто считал, что это какие-то природные явления. Так? Какие-то природные явления или какая-то природная сила. Так же он проявлял сомнение или выговаривал свое сомнение о том, что Аиса был поднят ко Всевышнему Аллаху своим духом и своим телом. И живет на небесах в данный момент жизнью Дуняуия. То есть, подобной тому, как живем мы. В этом он сомневался так же. Так же седьмое, что можно отметить относительно него, то, что он часто, что критиковал хадисы, множество хадисов, которые есть, приходят сахгейн, то есть с Бухари и мусульми. То есть, несмотря на то, что хадис с Бухари и мусульми приходят, то есть он муттапа кунали, он его что? Критиковал и считал за недостоверной. То есть, отрицал их достоверность. Так что даже сказал шейх Мукбель, если я соберу хадисы достоверные, которые он критиковал, то есть считал за недостоверные в своем тавсире, то есть тавсир-уль-манар, то соберется на целый том. То есть его тавсир-уль-манар, и шейх Мукбель говорил, если я сейчас начну собирать те хадисы, которые явно достоверны, то есть нет сомнений в их достоверности, но Мухаммад Рашид Ряда считает их за слабые и приводит их в своем тавсире, то я наберу на целый том. То я наберу на целый том. Так же сказал шейх Мукбель относительно этого тавсира, то есть тавсира Мухаммад Рашид Ряда, «И уатабар мин кутуб аззейх ваббалал». Эта книга читается одной из книг «Заблуждение и отклонение», как это приходит в книге «Каму-ль-Муанид», страница 504. Так же сказал шейх Мукбель, «Амма тавсиру-уль-манар», что касается тавсиру-уль-манар, то есть этого Мухаммада Рашид Ряда, «Фауа биззвалами ажба». То он говорит, больше похож не на монар, а на что? На звалам. То есть монар – это светочек, а звалам – это что? Мрак. И сказал, «Укаду аба анау фиду ля бкуту бидвалаль». И мы установили у него у себя в библиотеке на полку книг заблуждений. То есть положили в тот шкаф, в котором у нас лежат книги заблуждений. Это к тому, что шейх Ибн Уасаймин привел упоминание этого тавсира и не упомянуло о том, что это тавсир заблуждений. И кто-то может подумать, что это тавсир, который необходимо изучать, и можно брать из него пользу и так далее. И необходимо знать, что этот человек был человеком заблудшим, и его тавсир также является одним из тавсиров заблуждений. Субтитры создавал DimaTorzok